Друзья, всем привет! Это канал Technobar Plus и сегодня у нас распаковка вот такого вот нового аппарата от компании Xiaomi, Xiaomi Mi 11 Lite. Друзья, кратко по смартфону. Приобретался смартфон в магазине Comfy за сумму 8 499 гривен. Что касается характеристик смартфона, друзья. Диагональ самого дисплея в смартфоне 655, Full HD Plus разрешение, Gorilla Glass 5, впереди и сзади две симки поддерживает. Процессор Snapdragon 732G, восьмиядерный. В смартфоне присутствует жидкостное охлаждение, то есть намек на то, что смартфон игровой. Оперативочка 664 постоянка, основная камера 64, плюс два модуля на 8 и на 5. Фронталка у нас идет на 16 мегапикселей. Присутствует также вспышка. Wi-Fi, Bluetooth версия 5.1, USB Type-C, разъем 3,5 мм для наушников, также на борту. Аккумулятор в данном смартфоне 4250 мАч. Присутствует также сканер отпечатка пальцев биометрический. Быстрая зарядка, друзья. Я так предполагаю, что она здесь будет, как стандартно сейчас в комплектации всех смартфонов Xiaomi, на 33 Вт. Материал корпуса пластик. 157 грамм, друзья, это очень важно. Вес 157 грамм. Смартфончик очень легкий. Производство Китай, как всегда, друзья. Рекомендую магазин Comfy. Самые лучшие цены в Украине. Официальная гарантия от производителя. Дополнительный сервис. Все. Любой каприз за ваши деньги. Добросовестный магазин Comfy всегда ждет вас. Приобрел я этот смартфон именно там. Кстати, друзья, кто еще не видел мои видео относительно смартфонах Xiaomi, которые я приобретал в магазине Comfy, добро пожаловать на мой канал. Подписываемся, кто не подписался. Ставим лайки. Можно даже авансом лайк этому видео поставить. Комментируем видео, друзья. Мне очень важно знать ваше мнение относительно тех продуктов, которые я обозреваю. Ну что, приступим к распаковке. По традиции начнем с коробочки. Пленочку я особо не снимал. Только для проверки в магазине. Что и вам рекомендую. Всегда проверять смартфон в магазине. Логотип компании Xiaomi. Он переливается вот так градиентно. Может быть кому-то видно. Вот камера показывает циферки 11. Две единички. Также переливается. Lite-версия. Отпечаток пальца. Elegant and Sleek. Итак, друзья, что по бокам. Также Mi 11 Lite. Компания Xiaomi сообщает о том, что тут присутствует очень быстрый доступ ко всем Google сервисам. Тем самым ставя уже на данный период времени это в свои, скажем так, заслуги. И здесь у нас версия Mi 11 Lite. Цвет Bubble Gum Blue. 6 оперативки. 64 постоянки. Смартфон свеженький у нас выпущен в январе 2021 года. Ну, относительно свеженький. Буквально недавно прогремела презентация данного смартфона. Но, тем не менее, вот он уже в продаже. Так, друзья, открываем коробочку. Коробочка легко открывается. Тут Soft Touch. Horton у нас идет. Непосредственно коробочка с названием. Вот это уже что-то новенькое. Пишут, как в смартфонах компании Apple. Так же вот. Только тут Xiaomi. Хлястик. Вот это уже уровень, когда можно смартфон спокойно вытащить из коробки. Так, картонка. Вот это вот, как всегда у нас. Зарядный блок в комплекте идет, друзья. Зарядный блок у нас идет на... Кстати, матовая уже идет бумажка, не бумажка. Раньше была пленочка. Сейчас идет как бумага, такая папиросная. 33 ватта. Друзья, кому не видно, смотрим. 33 ватта. Мощность зарядного устройства. Стандартное зарядное устройство, как на мой взгляд. Кабель Type-C стандартно с оранжевыми коннекторами, друзья. Не будем его открывать. В любом случае, заряжать я его буду другим кабелем. Кабель длиной метр. Все, откладываем в стороночку. Посмотрим сейчас, что компания Xiaomi нам предложит в комплекте. Опять же, скрепка для извлечения SIM-лотка. Как всегда, из какой-то проволочки такой дешевой. Инструкция, друзья. Инструкция у нас идет на английском языке. Сразу вижу. На украинском. Русского почему-то я не вижу, друзья. Польский, английский, французский, украинский. Русского не вижу. И гарантийный талон. Как есть, так есть, говорю, друзья. Русского нет. Это у нас переходничок. Кстати, в бумажном пакетике идет. С Type-C на 3,5 мм джек. То есть, в смартфоне переходник есть. А непосредственно самого разъема в смартфоне нет. Опять же, компания Xiaomi намекает нам на то, чтобы мы переходили уже на беспроводные наушники, друзья. Сам чехол непосредственно. Чехол у нас идет снаружи глянцевый. Защита, друзья, идет. Защита идет. Как мы видим на чехле. Защита камеры. По бокам все вырезы. Тут под кнопку, под сканер. Я так понимаю, под качельку регулировки громкости. Вверху под дополнительный микрофон и инфракрасный порт. Слева ничего. Снизу вырезы динамик. Опять же, микрофон и разъем Type-C. Пока убираем это в сторону. Сейчас посмотрим непосредственно сам смартфон. Итак, друзья. Mi 11 Lite сообщает нам о том, что присутствует вот такая спецификация. Значок Xiaomi, кстати, оранжевый. Круто выглядит. Mi 11 Lite. 90-герцовый OLED-дисплей, друзья. 90-герцовый 10-битный OLED-дисплей. То есть частота 90 Гц. Легкий и элегантный дизайн. На борту процессор Qualcomm Snapdragon 732G, который себя неплохо зарекомендовал в смартфоне. Poco X3. High Resolution 64 Мп, тройная камера. То есть высокого разрешения, тройная камера. Вот. Как-то так. Итак, друзья. Ну что? Аккуратненько открываем. Вот как-то так. Пленочки. Приятный момент. Кстати, на борту есть NFC, друзья. Сразу на пленочке уже компания об этом сообщает. Вот так вот. Сторонку убираем. Пленки. Друзья, ну что я хочу вам сказать. Смартфон мне нравится. Цвет, конечно, шикарный. Цвет шикарный. Сейчас аккуратненько отклеить бы эту наклеечку, которая нам мешает. Есть. Цвет. Матовое стекло. Ну, бирюзовым его не назовешь. Идет, как бы, скажем, друзья, кому видно, перелив. Матовое стекло. Пластиковая рамка. Впереди, сзади стекло. Матовое стекло, оно практически не собирает отпечатков, друзья. Это уже тенденция компании в этом направлении. Мне нравится. Надпись Xiaomi. Еще бы куда-нибудь дели они вот эти надписи. Made in China, модели и так далее. Но все равно вы такую красоту, наверное, будете чехлить. Не в этот чехол. Кстати, сразу же проверяем, как смартфон выглядит в чехле. Туго надевается, друзья. Я думаю, в этом чехле его особо долго никто носить не будет. Скорее всего, купите защитный чехол. Какой-то более такой интересный. Но я вам хочу сказать, смотрится в чехле тоже неплохо. Также есть отлив от голубого к такому небесно-голубому цвету. Друзья, чехол имеет вот такие выступы, как мы видим, по четырем краям. То есть, можно свободно смартфон класть вот так и не переживать о том, что экран поцарапается. Кстати, на экране с завода, друзья, присутствует вот такая вот пленочка. Так, друзья, сейчас мы снимаем чехол. То есть, чехол сидит как влитой на первое время, до того момента, пока вы не купите в себе какой-то другой чехол, который будет вам по вкусу, по цвету подходить и так далее. Можно носить свободно вот этот вот. Он, конечно, друзья, пожелтеет. Не знаю, почему так, но особенность данных чехлов, они желтеют. Внутри идет как шероховатый, кстати. Снаружи идет глянцевый, вот как в мелкую, в мелкую точечку, но я не знаю, камера это передаст, скорее всего, что нет. Вот. Что касается смартфона, друзья, спинка, как я уже и сказал, стекло матовое. Сама площадка идет вот так разделена, глянцевое, как мы видим, стекло. Площадочка черная, также глянцевая, вспышка идет и присутствуют три камеры. Сразу скажу, что мне нравится в этом исполнении. В исполнении нравится, что это современный дизайн. Опять же, его, скажем так, скоммуниздили у одной яблочной компании и перенесли в смартфоны серии Mi 11 серию. Фактически, друзья, сзади это, на первый взгляд, клон смартфона Mi 11, то есть флагманского смартфона, который стоит 1000 долларов, Mi 11. Но по факту, когда начинаешь присматриваться, конечно, видно, что это не Mi 11. Камера, это Mi 11 Lite, то есть облегченная версия, где-то какие-то бюджетные моменты. Камера, друзья, вот так вот, как на мой взгляд, не особо выступает. Это уже неплохо. Было бы еще хорошо, чтобы эта камера снимала отлично. Это бы очень меня порадовало. Данный смартфон я, кстати, буду тестировать на скорость заряда аккумулятора. Полный, подробнейший, друзья, тест-камеры. Кстати, на смартфоны Xiaomi и другие есть обзоры на моем канале. Кто не подписан до сих пор, подписываемся на канал, друзья. Будет очень много всего интересного. И, как вы видите, будет очень качественный контент. Кстати, запись ведется на смартфон iPhone 12. Пишем, кстати, в комментариях, как вам качество картинки, как вам качество звука, друзья. Как, на мой взгляд, круто. И, кстати, друзья, очень нравится то, что смартфон не перегревается и можно писать часами. Видео в шикарном качестве 4К 60 кадров в секунду. Это касательно смартфона iPhone 12. Но сейчас не о нем речь, друзья. Далее, друзья, камера вот такая у нас тройная. Идет вспышечка. По правому бортику кнопка включения-выключения, она же сканер. Как я понимаю, качелька регулировки громкости. Вверху инфракрасный порт, а также разъем для наушников. Не разъем для наушников, а микрофон дополнительный, друзья. Прошу прощения, ошибся немного. Внизу слот для SIM-карт формата nano. Разъем Type-C и для динамика. Сейчас мы, кстати, посмотрим, какой здесь слот. Вот, кстати, друзья, такой момент, который мне не нравится. Обратите внимание. Микрофон и тут же слот. Я, конечно, все понимаю, что все мы предварительно, перед тем, как открыть SIM-лоток, посмотрим. Но разные бывают моменты в жизни, друзья. Все мы люди, роботы, смартфонами этими не пользуются. Все мы устаем. У всех у нас бывает, что недостаточно внимания к каким-то мелочам, деталям. И можно случайно воткнуть в этот динамик. Ничего тут такого нет. Как бы многие меня поймут. Если бы динамик здесь был, естественно, вернее, микрофон здесь был, естественно, мы бы не воткнули сюда шпильку. Ну, а так есть вероятность. Ну, открываем вот этот вот слот. Туго открывается, друзья, вот так вот. И что мы видим здесь, друзья? Ну, во-первых, почему-то я не вижу здесь резиночки. Может я... Нет, все-таки есть уплатительная резиночка, друзья. Вот она. Небольшая, но новенькая какая-то новое исполнение этой резиночки. Итак, и тут, что у нас? Слот под первую сим-карту, слот под вторую сим-карту, либо карту памяти формата microSD. Кстати, друзья, хочу вам сказать, что вот такое исполнение мне больше нравится. Мне больше нравится, особенно когда пишут SIM 1, SIM 2. Многие меня поймут, что не нужно там вот это вот на тех слотах длинных смотреть, где SIM 1, где SIM 2. Все тут написано, расписано. И вы можете даже для себя, как бы, скажем так, запомнить тот момент, что там, где microSD карту вставлять, это второй слот у нас, друзья. Вот, как на мой взгляд, это плюс, огромный плюс компании Xiaomi, что она начала делать вот такие именно слоты для SIM-карт формата nano, а также для карт памяти. За это лайк компании Xiaomi, мое почтение. Вот, то есть у нас слот либо на две nano SIM-карты, либо nano SIM-карта, плюс карта памяти, друзья, которую, кстати, до 1 терабайта можно расширить. Потому что здесь память 64 гигабайта. В принципе, смартфон снимает, умеет снимать 4К. Ну, я думаю, для кого-то, может быть, это и маловато будет, друзья. Вот, далее, что еще хочу вам сказать. Ну, опять же, переходничок есть относительно наушников. Здесь будет неплохо. Друзья, кстати, что я могу здесь вот наблюдать. Вот, если кто-то глазастый, а я, походу, глазастый, я заметил, что вот тут есть такой вот еще кантик. Сам, само стекло вроде бы как 2,5D, но на нем уже поклеена пленочка. На нем легко будет клеить любую пленку, какую захотите. Стеклышко легко поклеится. И есть кантик пластиковый. Вот, я так понимаю, эту тенденцию компания Xiaomi у кого-то переняла. Но, тем не менее, дизайнерам лайк, как мы видим, весь пластиковый кантик, что не разобьется дисплей. То есть, упадет, ударится пластиковой рамкой вот этой вот, либо пластиковым кантиком, а стекло не разобьется. То есть, компания Xiaomi, мое почтение, в дизайне есть продвижение. Сама пленочка. Камера у нас идет тут, фронтальная. В левом верхнем углу включим смартфон. Вот, заряд есть, нет. Но смартфон, сразу вам хочу сказать, очень такой, довольно-таки эргономичный. Вот, хорошо лежит в руке. То, что он легкий, это вообще супер. Но вес, друзья, 157 грамм. Я считаю, это шикарнейший вес, как на мой взгляд. Потому что многие не обращают внимания на вес. Берут вот эти лопаты, там, какие-то серьезные флагманы, не флагманы, я не знаю. Какие-то смартфоны, которые там можно ронять, топить, там, футболами играть. Но они тяжелые. Ну, куда? Или их использовать либо с наушниками, либо с беспроводными наушниками. Ну, это, опять же, нужно докупать, друзья. Здесь-то есть переходник. Мы стандартные наушники подключили. Вот, допустим, Asus компании. Вот, и все отлично. Ну, вот, как мы видим, здесь у нас язык русский выбрать можно. Выбираем русский язык. Сейчас пройдем быстренько первую настройку, друзья. Прочитал. Все пропускаем. Далее. Пропускаем. Да-да-да, я совсем согласен. Ладно. На 48% кстати из коробки заряжен смартфон. Пропускаем отпечатки. Персонализация. Реклама. Классический. Пусть у нас будет. Все готово. Вот это, я понимаю, скорость. Вот это скорость входа в меню. Конечно, у компании Apple с этим немножко проблемы. Когда я включал первый раз смартфон. Все там зарегистрироваться. 254 раза необходимо. Вот. Тут, как бы, несколько касаний. Без сим-карты. Без подключения к Wi-Fi. В принципе, сейчас он прогрузится. Но настройка завершена. Все готово. Сейчас загрузится приложение в смартфоне. И, в принципе, можно его юзать. Вот. Еще раз проверю, друзья, как смартфон в чехле смотрится. Вот, кстати, уже все готово. Но не чудо ли. Такие интересные обои у нас идут. Экран по яркости, друзья. Ну, как на мой взгляд, неплохой. Сейчас поставим какие-нибудь яркие обои. Которые идут сразу в комплекте. Ну, вот как насчет, скажем так, вот таких. Посмотреть можно. Неплохие обои. Везде их установим. Вибромоторчик, конечно. Хотя, сказать, чтобы он дешевый, я не скажу, друзья. Но, тем не менее. Ну, вот как-то так, друзья. Смартфончик, я думаю, что будет удачным. Хотя, аккумулятор, не знаю. Как на мой взгляд, аккумулятор, конечно, маловато. Аккумулятор здесь, насколько я говорил, 4 с лишним тысячи. Пятерочка аккумулятор 5500. Было бы самый раз. 4250 мАч. Ну, да ладно, посмотрим. Ну, это была распаковочка смартфона Xiaomi Mi 11 Lite. Впереди всего еще много интересного, друзья, материала. В частности, по данному смартфону будут тесты. Будет полный обзор. Буду его нагружать по полной, друзья. Будет интересно. С вами был канал Технобар+. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok